Девушки отдыхают Из этих металлических деталек, гаечек и винтиков в советское время мастерили, пожалуй, все дети. Железный конструктор был самой долгоживущей игрушкой в СССР. Из него можно было сделать и примитивный стул, и сложную модель самолета. Считалось, что такая игрушка развивает в детях творческие способности. А самое главное – чтение хоть простеньких, но чертежей, орудования ключом и отверткой учит правильно работать руками. Конструкторы лежали на прилавках детского мира и будили мечты и воображения детей. Особенно мальчишек. Сейчас я буду делать, ну, например, стул для хомячка. 11-летняя Ксюша хоть и родилась в начале нулевых, когда самым популярным конструктором стал Лего, с игрушкой советских времен знакома не понаслышке. И хоть винтить гайки больше свойственным мальчишкам, девчонка любому из них может дать фору. Зато, говорит, когда подрастет, сможет в случае чего воспользоваться папиным ящиком с отвертками и ключами. Ведь начальную механическую мастерскую девочка уже почти освоила. Раньше у меня был конструктор Лего. Его собирать, но только по очереди. А металлический конструктор, его можно гайки прикрутить, все, что хочешь сделать. Сама я сделала стул для хомячка, а с папой я и мельницы сделала, и качели, и еще что-то там. Много всего. Несмотря на то, что при виде металлического конструктора мы обычно вспоминаем Советский Союз, своим происхождением игрушка обязана совсем не советскому человеку. Классические металлические конструкторы появились еще в 1901 году, благодаря английскому изобретателю Фрэнку Хорнби. А в 1920-м в Чехии в городке полиции Надмитуи разработчик Ярослав Ванцел основал небольшую фабрику по выпуску различных штампованных бытовых металлических изделий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова